В Московской области принимаются необходимые меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Коснулись нововведения и работы общественного транспорта. Еще с 7 марта в Подмосковье начали проводить профилактическую дезинфекцию в салонах троллейбусов и автобусов. Рекомендовано делать ее не реже двух раз в день. В Витненском троллейбусном парке обработку осуществляют чаще. Дезинфекция троллейбусов выполняется у нас три раза за смену за время работы водителя. Это один раз вечером при заезде в парк мощица проводит дезинфекцию салона. И два раза в течение смены водитель сам проводит дезинфекцию. Антисептиком тщательно обрабатывают руль, поручни, сидения и другие поверхности. Водитель Витненского троллейбусного парка с почти 40-летним стажем Ренат Менгалеев признается. Работы, конечно, прибавилось, но делать это нужно. Ну, все-таки тяжело. Привычная работа, как и удобно. В связи с эпидемиологической обстановкой увеличили и количество морек салонов общественного транспорта. Так, раньше троллейбусы мыли один раз в день, теперь три. Утром при заезде на первый обед в середине дня и вечером тоже при заезде в парк. Значит, какой объем работ? Ну, это влажная уборка и плюс дезинфекция. Это поручни, сидения, проемы и кабина водителя. Также в целях профилактики распространения заболевания с 17 марта водители не будут принимать деньги для оплаты проезда. Пассажирам рекомендовано производить оплату только при наличии банковскими картами, картами стрелка, стрелка-тройка совмещенными. На данный момент мы не высаживаем пассажиров из троллейбуса, но всем рекомендовано приобрести пластик для оплаты проезда. Все водители общественного транспорта с утра проходят обязательный тщательный медицинский осмотр, поэтому к работе допускаются лишь здоровые сотрудники. Ну, а пассажирам Минтранс рекомендует для профилактики заболеваний надевать медицинские маски и почаще мыть руки с мылом после посещения общественных мест. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.